И снова здравствуйте, дорогие друзья! Если вы только что включили ваши телевизионные приемники, напоминаем вам, что вы смотрите очередной выпуск программы Learn Music на телеканале О2. В гостях у нас замечательный джазовый певец, композитор, музыкант, барабанщик и так далее, Сергей Манукян. И сейчас как раз мы увидим его вот такую мало последнее время, где можно увидеть его в этой ипостаси, а у нас, пожалуйста. Итак, Сергей Манукян на барабанах исполняет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О как! Это было здорово! Но пока Сергей пересаживается обратно к микрофону, я напомню вам, дорогие телезрители, что у нас прямой эфир, вы можете позвонить сюда по телефону 645-9297 с кодом москва495, если необходимо, и задать любой вопрос нашему сегодняшнему гостю, поучаствовать в интереснейшей беседе, и заодно, кстати, возможно, выиграть приз. Сергей, а вам никогда не хотелось еще, скажем, ну хотя бы одну руку, представляете, двумя играть на барабанах, значит, одной зажимаете там гармонии на пианино, и, ну, поете-то вы в любом состоянии, как я понимаю. Вы как раз дебютировали, так я понимаю, на большой сцене с ансамблем Шишкина, да, вот как раз уже как поющий барабанщик. Ну да. Хочется руку-то, нет? Руку? Ну, вы знаете, нет, не хочется. Не хочется, потому что наверняка, знаете, говорят, кто везде, тот нигде. Так нельзя. В конце концов, если уж ты играешь на барабанах, ну, может быть, когда-то, может быть, когда-то, я не знаю, в каком-то будущем, так как технический прогресс налицо, и вы все это видите, еще какие-то там 10 лет нельзя было представить, что происходит сейчас, как сейчас работают компьютеры, как можно с помощью компьютера попасть туда или еще куда-то, связаться с кем-то, переслать свой вариант записи уже, так сказать, на пластинку. И, в общем, очень много, очень много сделано уже, очень много делается. И, может быть, когда-то, когда я буду играть на, или уже это не я буду играть, а мой внук, или еще правнук, он будет думать, вот я бы хотел, чтобы здесь барабаны сыграли так, и, может быть, так и сыграется, может быть, дойдет до этого техника, я не знаю. Не могу об этом судить, не могу забегать вперед и фантазировать на эту тему. Но могу сказать однозначно, что, конечно же, когда ты играешь, особенно, когда ты играешь один, ты очень много себе представляешь, что было бы, если бы играл еще кто-то. Особенно тому, кто дает концерты соло, это абсолютно понятно. Потому что, когда ты играешь один и поешь, или просто играешь и не поешь, ты всегда себе представляешь еще что-то. Прямо во время выступления, прямо во время игры. Ты представляешь себе либо оркестр симфонический, либо оркестр джазовый, либо какую-то группу, которая играет с тобой, и уже всю эту аранжировку ты ощущаешь. Ощущаешь, и как бы ты, когда играешь, ты играешь уже вместе вот с этим, что ты себе представляешь. И, может быть, это тоже дает возможность более объемного звучания того, что ты делаешь. Может быть, вот это представление и это желание услышать, вот, то, что услышать невозможно, но, тем не менее, вот это намерение, оно очень много значит. и когда ты, а я застал времена, когда мы пели в очень плохие микрофоны и в очень плохую аппаратуру, вот намерение, вот, чтобы это звучало хорошо, оно выстраивало звук. Можете верить, можете нет. Я видел человека и не раз, который на простой гитаре изображал звук электрогитары. И у него получалось. Потому что он этого очень хотел. И вот этим звуком на простой, обыкновенной гитаре. Вы не можете себе представить, какая это была гитара. Шихтовская мебельная фабрика. Вот я столкнулся с таким гитаристом, это был Володей Хитагуров. Сейчас этот город называется Владикавказ, а когда это был Орженикидзе. И вот Володей Хитагуров, он брал обыкновенную семиструнную гитару, которая переделана на шесть струн, и играл Джимми Хендрикса. И у меня абсолютно не было никаких сомнений, что это играет по-настоящему. И вот звук, которого он добивался, он добивался уже на простой гитаре. Это, конечно, фантастическое человеческое желание и человеческие возможности, они абсолютно неограничены в этом смысле. И потому, когда мы чего-то хотим, а мы обязательно должны хотеть, и это в какой-то мере обязательно сбывается. Так что никогда не сетуйте на какие-то микрофоны, аппаратуру, даже сейчас. Когда уже понятное дело, что уже есть все для того, чтобы играть, есть все для того, чтобы петь, микрофоны, аппаратура, инструменты, обработки. Тем не менее, всегда человек себе что-то представляет. И вот это то, что он себе представляет, оно и будет звучать. И независимо от аппаратуры. Понятно. И независимо от наличия третьей руки, ее тоже можно представить. Одним словом, главное желание. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!